...президент его стороны, и он сегодня, то, что прослеживается с ним, он не требует обсуждения, он не требует каких-то домыслов, он сегодня требует неукоснительное его исполнение. То, чем там было написано. Это конструктор, он закон. Да, и вот эти выражения, которые здесь были, что организовали конкурс, отданные трем компаниям, эти маршрутки, отданные, да? Я понимаю, выражение. Да, вот те выражения, которые здесь есть. Поэтому, в соответствии, чисто по буквам теперь дальше, и вот есть законы, есть цифры, вы будете смотреть. В соответствии с пунктом 3, часть 4, статьи 39 Федерального закона 220-го. Вот, пожалуйста, можете смотреть. Я вам на культуру, что здесь вот это подсылает, да? Волномоченный орган местного отца управления, в лице управления транспортом мы обязаны провести открытый конкурс на право отширения перевозок по муниципальным маршрутам, на которых перевозка осуществляется совместно более чем тремя перевозчиками. И они отказались от заключения договора хвостового товарищества. На всех городских маршрутах для автобуса большой весимости, кроме друг, значит, перевозка осуществляется более чем тремя перевозчиками. И никто из них не мог прийти к новых соглашениях. То есть, мог быть конкурс или не мог? Не могу, как я говорю, конкурс мог не проводиться. В каком случае? Если бы перевозчики могли организоваться в простые товарищества, подать документы и работать, мы бы конкурс не проводили. Как это было сделано на 26 маршруте? На 30 маршруте. Ну, к примеру, вот у нас на 25 маршруте, на 8 маршруте 6 перевозчиков. На 14 маршруте 13 перевозчиков, на 23 маршруте 5 и так далее. То есть, вот эти люди могли бы соорганизоваться в простое товарищество. И на конкурс не идти. Мы бы им выдали, согласно закону, как на 26 маршруте, карты маршрута, выдали бы свидетельство, они бы продолжали работать.